МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомель. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Уникальное оборудование, высокие зарплаты, современные подходы к содержанию животных. В Житковичском районе строится ферма, аналогов которой нет во всей стране. Меняют статус. Медицинские учреждения, которые были переведены на борьбу с COVID-19, возвращаются к обычному режиму работы. От этой службы во многом зависит обеспечение социальной стабильности в стране. Сегодня день работников налоговых органов Беларуси. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Коровы из Германии, оборудование из Италии. В Житковичском районе строят ферму, подобной которой нет в СНГ. Хозяйство будет обеспечивать сырьем для производства сыров Туровский молочный комбинат. В чем уникальность новой фермы, узнала Марина Джалая. Иван окончил Белорусский государственный университет по специальности актуарная математика. В Житковичский район приехал месяц назад. Не по распределению, а по собственному желанию. Говорит, что сельское хозяйство – это его увлечение. На предприятии «Приозерская агро» будет заниматься оптимизацией производственных процессов. Дома в Минске остались родители и четыре сестры. Иван – старше. Сейчас молодой специалист живет в райцентре. Тут ему дали арендную квартиру. В целом я прохождил ознакомление с хозяйством. В будущем моя работа – актуарная математика. Это использование методов математического моделирования для прогнозирования событий, каких-то оценки и построения моделей. И в целом я буду заниматься оптимизацией каких-то процессов в целом производственных. Меня всегда тянуло на природу. Вот люди сидят в компьютерах, и я сидел в детстве в компьютерах. А вот так захотелось на природу поехать. Я вот поехал. Минское унитарное предприятие «Молочная правда» выкупило два хозяйства в Житковичском районе – в Дяковичах и Дуброве. Сейчас в Дяковичах строят фирму, аналогов которой нет ни в Беларуси, ни даже в СНГ. Здесь будет подогрев, поло для телят, кондиционирование воздуха, система рошения коров, скреперы для удаления навоза. И много того, что облегчит труд персонала и условия содержания животных. Подстилочным материалом будет служить сепарированный навоз. Кормовых площадей тоже пока хватает. Важно, чтобы каждый гектар давал максимальную отдачу. В прошлом году, например, посеяли 200 гектаров немецкой травы «Лансбергер». Она обладает питательными свойствами, содержит много белка и сахаров. На 800 гектарах растет люцерна. Это высокобелковый травянистый корм, который позволяет экономить на покупке концентрированных. Уже в сентябре представители предприятия отправятся в Германию для покупки скота. До 1 октября строительство фермы должны завершить. Первое молоко планируют получить в феврале. На проектную мощность собираются выйти уже через год. Весь объем молока будут поставлять на Туровский молочный комбинат. Мы находимся в предприятии ООО «Дяковичи». На строящемся объекте молочно-товарном комплексе «Дяковичи». Рассчитан мощностью на 4500 голов, 2400 голов дойного стада. Суточное производство молока планируется на уровне 60 тонн. Первый год запуска. Дальше мы планируем увеличивать надой. Животные здесь будут исключительно галштинской породы племенные. Завезены из-за рубежа с удоем свыше 8500 килограмм за лактацию. То есть мы планируем в первый год получить 27-28 литров молока и наращивать темпы производства 30-32-35. То есть мы не видим преград для достижения поставленной цели. Цель этого комплекса – обеспечить Туровский молочный завод качественным сырьем для производства сыров. Потому что сырые Тура производятся по итальянской технологии. Мощность Туровского завода 750 тонн в сутки, а мы будем производить только 60-70. У нас есть 9 хозяйств в Республике Беларусь, которые планируем все мощности заполнить. Часть средств на строительство – кредит Банка развития. Все оборудование – стойловое и молочнодоильное итальянского производства. 50% его сейчас находится на таможенном складе. В будущем за установкой будет следить представитель итальянской компании. Это так называемый шеф-монтаж. Кстати, выбором производителя занимались сами животноводы. Те люди, которым потом и нужно будет пользоваться этим оборудованием. К этому вопросу подходили, скажем так, наши животноводы. Долго выбирали. Это все длится с 2017 года. Были поездки в Италию для того, чтобы именно определиться с фирмой, которая будет поставлять оборудование для этого комплекса. По срокам мы должны сдать ее 1 октября этого года. Оборудование здесь поставляется полностью все итальянское. Стойловое оборудование поставляет Ротагвида. И молочнодоильное оборудование поставляет организация итальянская ТДМ. Значит, практически 50% оборудования уже на таможенном складе. Из них процентов 30-35 уже растаможено. И дальше идет растаможка. На данный момент у нас уже готова вторая позиция под установку стойлового оборудования. До октября для работы на новой ферме будут подбирать персонал. Если потребуется, людей обучат всему необходимому. Зарплаты работникам обещают высокие. А тем, у кого нет в районе жилья, дадут квартиру в строящемся сейчас арендном доме. Марина Джалая, Валерия Гопанько. Новости недели. Житковичский район. Медики страны констатируют, заболеваемость коронавирусом снижается. Постепенно больницы, переведенные на борьбу с COVID-19, возвращаются к нормальной жизни. Некоторые прошли санитарную обработку и возобновили прием профильных пациентов. Некоторые переживают положительную динамику. О том, как в Гомеле стабилизируется эпид-ситуация, следующий сюжет. Последние месяцы вынудили медицинских работников мобилизовать все ресурсы и переключиться на новую проблему – борьбу с коронавирусом. Сейчас учреждения здравоохранения возвращаются к прежним задачам. Наступает светлая полоса. Гомельский областной кожно-венерологический диспансер – одна из первых больниц региона, которую перепрофилировали на работу с коронавирусными пациентами. Теперь также в числе первых она вернулась к основной деятельности. Учреждения дезинфицировали, сейчас здесь осуществляют прием согласно специализации. Сотрудники диспансера признаются – испытание коронавирусом суровый, но полезный опыт. Хотелось бы, чтобы он не повторялся в будущем, но, тем не менее, это единый механизм, который работал, ну, как биение сердца, все в одном ключе. Среди тех, кто выстоял в схватке с коронавирусом – гомельские онкологи. Областной онкологический диспансер перешел на работу в плановом порядке. 31 марта учреждение перепрофилировали на борьбу с COVID-19. Сначала диспансер работал с контактами первого уровня, затем начал прием пациентов с положительным тестом на инфекцию. 7 июля учреждение вернулось к работе с профильными пациентами. С 13 июля в корпусе по улице Циолковского начнутся первые операции. Руководство диспансера с гордостью отмечает успешную работу медперсонала на протяжении последних месяцев. Практически никто из медперсонала этого учреждения не заболел. Это говорит о том, что соблюдался правильно санитарно-пистемиологический режим. Ряд больниц все еще на передовой. Тем не менее, по словам специалистов, ситуация последних недель вызывает даже не осторожный, а уверенный оптимизм. В Гомельской областной клинической больнице пациентами с коронавирусом занимаются только два отделения – терапевтическое и реанимационное. Городская клиническая больница номер 3 не первый день констатирует позитивную тенденцию. Количество заболевших за сутки все меньше. Сотрудники областной инфекционной больницы также отмечают существенный спад заболеваемости. У нас есть свободные места в достаточном количестве. И на протяжении последних недель мы действительно отмечаем спад заболеваемости. Кстати, регламент лечения пациентов с COVID-19 для всех учреждений одинаковый. Курс антибактериальной терапии длится от 7 до 10 дней. Затем контролируются лабораторные и рентгенологические исследования. При наличии отрицательной динамики, либо если динамики нет вообще, пациенты продолжают лечение больше 10 дней в учреждении. И даже по рекомендации Министерства здравоохранения, КТ-контроль при выписке не обязателен, потому что изменения, которые наступают в легких, они сохраняются достаточно долго. Несмотря на очевидное улучшение эпидситуации, медики не расслабляются. При всех оптимистичных прогнозах специалисты должны быть готовы к любому сценарию, в том числе ко второй волне заболеваемости. И все-таки медработники верят в лучшее. Все надеются, что первая битва с COVID-19 станет последней. Николай Скинтиян, Сергей Негиревич, Игорь Морещенко. Новости недели. Сегодня 30-летний юбилей отмечает налоговая служба Белоруссии. Накануне профессионального праздника в Гомеле состоялось торжественное собрание. Подробности этого, а также ряда других важных событий из жизни региона, далее в обзоре от службы информации. Первый вице-премьер Республики Беларусь, уполномоченный представитель президента Погомерской области Николай Снабков посетил градообразующее предприятие Добруша. Фарфоровый завод – единственное предприятие в Беларуси, которое производит фарфоровую посуду. Его успехи позволяют уверенно сказать – завод на хорошем счету. Экспорт составляет более 70%. Основной рынок – Россия, но добрускую продукцию поставляют и в Западную Европу. Пандемия усложнила контакты с иностранными партнерами. Тем не менее, ситуация улучшается. До сентября на заводе установят инновационную машину из Испании. Она, как принтер, наносит изображение на посуду. Важнейший момент визита – встреча с коллективом предприятия. Все вопросы и пожелания Добруша Николай Снабков обещал довести до правительства. Также первый вице-премьер посетил филиал Добрушской бумажной фабрики «Герой труда». Светлогорский молокно наладит выпуск новой продукции из нетканых материалов с более высокой степенью защиты от вирусов, а также проведет модификацию существующей. Об этом заявило руководство предприятия на встрече с Владимиром Андрейченко. Председатель Палаты представителей посетил производство и провел встречу с сотрудниками, ответил на их вопросы. Они, в частности, касались мер поддержки реального сектора экономики и ценообразования. Глава Палаты представителей похвалил предприятие за поиск новых ниш в непростое для экономики время, отметив, что 75% продукции уходит на экспорт, а само производство обеспечивает рабочими местами около 4 тысяч человек. Следующее предприятие в программе двухдневной рабочей поездки Владимира Андрейченко на Гомельщину – «Речицы-Древ». Это также экспортно-ориентированное производство. За границу отправляют около 85% продукции. Здесь экономические последствия пандемии почувствовали. Предприятие простояло почти месяц, что отразилось на показателях. В июне ситуация выправилась. Загрузка мощностей была стопроцентной. По словам руководства, в этом году предприятие несколько изменило рынки сбыта. Начали больше поставлять в Египет, Канаду и США. Успешно работать помогает проведенная модернизация. Из перспективных направлений здесь рассматривают организацию производства HPL – панелей и новые мебели. Владимир Андрейченко посетил и Калинковичский мясокомбинат. Предприятие в январе-июне этого года увеличило экспортные поставки на 10% по сравнению с полугодием 2019-го. Спикер ознакомился с результатами работы, стратегией развития, социальной поддержкой сотрудников. Во время разговора с коллективом Владимир Андрейченко подчеркнул ключевую роль промышленного сектора в экономике Беларуси. По словам руководства мясокомбината, в условиях пандемии предприятие не останавливалось ни на минуту и не потеряло ни одного рынка сбыта. Сегодня 30 лет исполняется налоговой службе Беларуси. Накануне профессионального праздника в Гомель застоялось торжественное собрание. Участие в нем принял министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко. За успешную работу сотрудники областной налоговой инспекции получили почетные грамоты и подарки. Министр отметил слаженную работу всего коллектива, который на высоком уровне выполняет поставленные задачи. Прежде всего, наполнение бюджета. В Гомельской области его формируют 19 тысяч юридических лиц, почти 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 450 тысяч физических лиц. Поступления в консолидированный бюджет области за 6 месяцев года превысили 1 миллиард рублей. С рабочей поездкой на этой неделе Гомельщину посетил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Он встретился с коллективом Светлогорской ТЭЦ, чтобы представить нового руководителя и ответить на вопросы сотрудников. Многие из них касались дальнейшей работы энергетиков после введения в эксплуатацию БелАЭС. О перспективах региональной энергосистемы в материале моих коллег. Запуск БелАЭС станет важным шагом в повышении энергоэффективности экономики страны. Она сможет производить более дешевую по сравнению с другими видами генерации энергию. Сократить импорт нефти и газа и в целом сделать энергетическую отрасль более независимой и безопасной. А национальную экономику в большей степени конкурентно способной. Часть мероприятий по интеграции БелАЭС в энергосистему страны уже реализована. Речь идет об установке электрокотлов на теплоэлектростанциях. Всего это будут 20 объектов у нас в стране, которые должны быть введены в эксплуатацию в этом году. Всего 916 мегаватт установленной мощности. Это позволит в целом использовать 1,7 миллиарда киловатт-часов производимой атомной электростанции на производство тепловой энергии, замещая импортируемый природный газ. Также будут реализованы проекты по строительству 800 мегаватт высоко маневренных пиково-резервных источников. Эта работа должна быть завершена в 2021 году. Установка электрических котлов позволит регулировать минимальную нагрузку энергосистемы после запуска беларусской АЭС. Избыточная тепловая энергия ночью будет накапливаться в банках-аккумуляторах горячей воды, а днем отпускаться в виде тепловой энергии потребителям. Кстати, первый такой объект в Беларуси был установлен именно в Гомеле. У нас введен первый объект на Гомельской ТЭЦ-2. У нас введено было два котла, два по 40 мегаватт. Это в 2016 году мы еще ввели эти объекты. Это был вообще первый, на котором отрабатывался полностью механизм для всей беларусской энергосистемы. Сегодня, в конце июня, введен в эксплуатацию еще один объект, это Черниговская котельная, 16 мегаватт, два котла установлено. И мы планируем в третьем квартале завершить работу и ввести еще один объект на Рогачевской котельной, два котла по 20 мегаватт. Несмотря на все грядущие перемены, главное в сфере энергетики – это люди. И приоритетом остается сохранение рабочих мест и рост заработной платы. Например, после запуска БелАЭС работа Светлогорской ТЭЦ как таковая не изменится. Объект в основном выполняет функцию теплоснабжения. Его загрузка зависит от работы двух крупных предприятий региона – Светлогорск-Химволокно и местного целлюлозно-картонного комбината. Отдельный комплекс мер нацелен на повышение электропотребления в стране. Среди них развитие электротранспорта и электромобилестроения. Анна Корольчук, Максим Савин, Валерий Гопанько. Новости недели. В этом году в условиях пандемии адвокатура региона все больше видов деятельности перевела в онлайн. Это не значит, что классическая форма общения с глазу на глаз постепенно уходит в историю. Цифровизация в тех процессах, где это возможно, поможет как минимум сэкономить время, а значит и средства. О развитии отрасли и нашей правовой грамотности – интервью программе председателя Гомельской областной коллегии адвокатов Сергея Ефимовича. Как поменялась адвокатура региона, Сергей Иванович, за последние 5-10 лет? И что на это больше всего повлияло? Больше всего повлияло то, что были внесены в 2012 году изменения в наш закон об адвокатуре адвокатской деятельности, который предоставил возможность осуществлять деятельность не только в составе консультации, но также и индивидуальной в составе адвокатских бюро. Это за собой повлекло увеличение численности адвокатов, поскольку к нам пришли те лица, которые оказывали юридические услуги на основании соответствующих лицензий. Естественно, увеличился и штат наш адвокатский. Ну а плюс ко всему уже и новые организационные формы, которые существуют и ныне в виде адвокатских бюро и адвокатов, осуществляющих деятельность индивидуально, естественно, дали нам возможность перерасти количественно. Свои коррективы, уверенно, внесла и пандемия 2020. Какие механизмы удалось перевести в онлайн? И возможно ли это? Ну, я хотел бы сказать обобщенно, что мы стараемся перевести в онлайн практически все, что можно сделать. Почему? Потому что все-таки жизнь носит коррективы, и в нашу практику в том числе. Поэтому, что касается дня сегодняшнего, как правило, это коснулось тех же устных консультаций, это вопросов приема граждан, это вопросы дистанционного оказания помощи юридической в тех случаях, если не требуется личных встреч. Потихоньку мы думаем о том, что касается и работы по обработке информации цифровой, по делопроизводству, по вопросам создания электронных кабинетов адвокатов. То есть обобщенно, если вести речь, мы стараемся использовать все цифровые возможности, которые ныне существуют для того, чтобы работать много со временем, что называется. Если не ошибаюсь, вы начинали адвокатом в Мозыре, а вот как сегодня развивается система в небольших населенных пунктах и районах? Да, совершенно верно. Начинал я в Мозыре. Если касаться нашей коллеги, то специфика ее состоит в том, что половина адвокатов работает вне Гомеля. То есть это, если так вести речь, так называемый районный адвокат. Но специфика работы, она, конечно, зависит во многом, в том числе и от территории, поскольку мы представлены во всех районах Гомельской области, в том числе и тех, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Но каждый адвокат имеет лицензию, выданную Министерством юстиции. И, естественно, тот набор и видов юридической помощи, которые необходимы гражданам, он каждый адвокат в состоянии предоставить. Специфика здесь во многом зависит от того, специализируется ли адвокат в каком-либо направлении или нет. Но, конечно, если вести о малокомплектных консультациях, мы готовы предоставить весь спектр юридической помощи, которая необходима населению. От развития адвокатуры в регионе к развитию нашей правовой грамотности. А вот в этом плане многое или поменялось? Да, информированность, конечно, она существенным образом выросла, потому что у каждого в кармане сейчас фактически библиотека электронная. Но, с другой стороны, появилась проблема. Почему? Потому что есть такое хорошее изречение, что многознание ему не научает. И люди сейчас вот в этом потоке информации иной раз имеют сложности с тем, чтобы правильно определить свою позицию. Все-таки принять верное решение. И мы потихоньку от каких-то консультативных вопросов переходим к вопросу определения позиции, принятия решения для гражданина. И вот это имеет особую ценность. И если касаться тех вопросов, которым к нам обращаются, это самый широкий спектр тематики. Но здесь в большей степени определяющий фактор не специфика вопроса, а необходимость участия специалиста, профессионала в разрешении той или иной проблемы, с которой столкнулся человек. Здесь действительно важны навыки применения законодательства. И в этой связи никак не поможет ни интернет, ни добрый сосед, ни блогеры, которые искренне и бесплатно раздают свои консультации и комментарии. Конечно, потому что у него нет опыта практической деятельности по специальности. И не всякий ответ можно получить в интернете. Люди иной раз обращаются, казалось бы, с аналогичным вопросом, ответ на который они получили в интернете, но не видят специфики своей проблемы и не понимают, что вот этот пример, он не актуален именно для каждого конкретного дела. Ну а все дела, они по-своему специфичны. И в любом случае здесь нужно получить мнение специалиста. Каких сфер чаще всего сегодня касаются обращения к адвокатам Гомельщина? Ну это самый широкий спектр вопросов. Если касаться видов юридической помощи, это и консультации, это и составление правовых документов, это и ведение уголовных, гражданских, экономических, административных дел. Это если касаться отраслей правой, семейной, трудовой, уголовной и гражданской, вопросы, связанные с разрешением тех же корпоративных споров. Здесь, еще раз подчеркну, я бы не проводил какой-то градации по тематике, а исходил из соображений потребностей клиента в том, чтобы участие принимал в разрешении спора, в разрешении проблемы действительно профессионал. Вы и адвокат, и медиатор достаточно с большим опытом. Вот как специалист, удалось ли вам нащупать ту самую золотую жилу, не знаю, назовите ее как хотите, вы знаете, в чем секрет успешного выхода из конфликта? Ну, понимаете, каждый конфликт, еще раз подчеркну, он специфичен, он носит так или иначе какие-то свои индивидуальные особенности. Я скажу по опыту, самое твердое решение те, которые заканчиваются рукопожатием сторон. Если вести речь о любом споре, безотносительно к тематике, к отрасли права, в которую он возник, и, в общем-то, и жизнь, и опыт показывают, что те решения, которые заканчиваются согласием, они сами по себе и исполнимы, и не вызывают в дальнейшем каких-то споров, не вызывают каких-то необходимостей дискутирования. Повод задуматься. Спасибо большое за полезную информацию, успехов и до новых встреч. Спасибо вам. Всего доброго. После продолжительного затишья, связанного с пандемией, к обычному графику работы вернулись и учреждения культуры. Конечно, большинство мероприятий по возможности проходят на открытом воздухе, однако летняя погода только добавляет настроение и приглашает на прогулку. Выставки живописи и фотографии, уникальная коллекция антиквариата и выступления под открытым небом. О самом интересном в культурной жизни Гомеля расскажет Анна Корольчук. Новое время требует новых решений, и учреждения культуры стараются разнообразить формы работы. Так, например, сотрудники Дворцова паркового ансамбля решили задействовать площадку грота дворца, которая ранее практически не использовалась. На этой неделе она получила новую жизнь. Гости вечера увидели спектакль с элементами хореографии по пьесе Зиновия Сагалова «Три жизни Айсидоры Дункан». Народный театр-студия «Классик» и народная студия современного балета «Тандем» посредством танца, слова и живых скульптур рассказывали о жизни великой танцовщицы, преданной большому искусству. Джаз и классика сплелись в ее творчестве в особое явление, которое спустя полвека назовут стилем модерн в танце. В картины галереи Гаврила Ващенко на этой неделе представили сразу две экспозиции. Первая посвящена 40-летнему юбилею Московской Олимпиады. Ретро-проект объединил предметы из коллекции гомельчанки Жанны Малышенко. Календарей, открытки, игрушки, сувениры, одежду и аксессуары, связанные с этим событием. Окунуться в 80-е поможет и импровизированный уголок советской квартиры, где можно пролистать журналы за 80-й год или поиграть в настольные спортивные игры СССР. На втором этаже разместилась выставка о живописи светлогорского художника Михаила Прянишникова. В экспозиции представлено около 40 работ мастера, созданных с середины 90-х до 2020 года. Они проведут гостей по городам и селам, лугам и болотам белорусского полесия. Большинство полотен написано в классических традициях реалистической живописи. Михаил Прянишников – член Белорусского союза художников и участник международных пленеров. Само совершенство в Музее истории города Гомеля прошла презентация выставки фотографий Олега Белоусова. Она посвящается женской красоте. В экспозиции лучшие снимки девушек, сделанные автором за 25 лет. Олег Белоусов – фотокорреспондент газеты «Гомельская правда» и член Белорусских союзов фотографов и журналистов. Кроме этих экспозиций, на следующей неделе вы также можете посетить музыкальные вечера у фонтана. Каждые четверг и пятницу с 19 до 20.00 у здания цирка будет выступать оркестр учреждения. Культурное обозрение для вас готовили Анна Корольчук и Валерий Гопанько. И помните, культура начинается прежде всего с самого человека. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание. До свидания.